Всем большой привет, дорогие мои зрители! Я хотела с вами поделиться созданием какой-то своей новой коллекции. На самом деле это были просто девушки, да, то есть они такие разнообразные, как бы один силуэт, но в разных, скажем так, прически, потом меняется одежда. Итак, в чем идея? То есть, как видно, тут уже нарисован овен. То есть это будут знаки зодиака, это у меня стрелец, это рыбки, близнецы, я думаю, это будет лев, тут у меня какой-то шаблон. А здесь вот с чего это, собственно, начиналось. Какие-то разные виды глаз, разные, да, тут они у меня в разных, не позах, а как это, направлениях. В общем, такие они немножко тут разные. Отдельные части тела здесь тоже у меня тут вставлены. Вот такой вот у меня набор. И есть еще третий файл, который вообще такой у меня чисто шаблонный, я тут рисовала от руки, что должно, собственно, быть, да, то есть овен, стрелец, рыбки, близнецы, водолей, рак, весы, телец. Ну, дева, как бы дева есть дева. Я тут понасобирала то, что рисовала ранее своих девушек. И из того, что у меня есть, да, там какие-то цветовые палитры тоже собраны. Из того, что у меня есть, я решила сделать вот такой вот набор. Так как у меня сейчас не так много вдохновения, рисую я медленно, так сказать. Трачу много-много-много на это своих каких-то сил. Итак, что я хотела? Я хотела вместе с вами нарисовать кого-нибудь, например, водолея. Да, то есть я тут нарисовала с разными прическами. Я вот тут поставила близнецов. Но это как бы такой еще сырой вариант. А, и у меня такой момент, что у меня, видите, тут некая цветовая гамма полетела. То есть вот эти вот девушки, они вроде как сочетаются, да, вот так вот, если убрать их. Они такие более яркие, что ли. Вот эти у меня более, как сказать, бледные, что ли. Или такие как... В общем, другой цветотип у меня получился. Вот здесь даже, наверное, больше кожи надо сделать такую желтоватую. Тогда будет совсем красиво. Вот здесь они такие, более коричневая гамма преобладает. И я изначально хотела, честно говоря, все знаки зодиака рисовать именно вот в этой вот гамме. Да, у меня получилась такая блондинка и брюнетка. Но как-то что-то пошло не так, и они у меня совсем разноцветились. Да, у меня с этим проблема. У меня бывает такое, что я начала одно, уже, знаете, закончила чем-то другим. И так далее. Итак, я все-таки хочу, допустим, давайте возьмем водолея. Как-нибудь вот так вставим его сюда. Она такая у меня абсолютно схематическая. Видите, даже не везде, не везде прокрашен был контур. Ой, она у меня даже еще и не сгруппирована была вообще. Это я, скажем так, рисовала просто идею, да, и для того, чтобы мне было понятно, что надо рисовать далее, я вот такие вот изображала. У меня вот здесь вот разные-разные, то есть у меня один файл называется, ну, как бы он для меня там помечено, что это овны. Потом, когда я буду создавать набор, да, я буду брать разных всяких овечко-барашков. Вот, ну, сейчас, наверное, вот у меня задача создать вот такой вот гамме. Я вам в ускоренном видео покажу, как я рисовала вот этот вот силуэт, да, вот сам силуэт, и заполняла его цветом. И далее я уже вернусь к вам, и мы с вами из-за такого вот простого силуэта создадим уже, как это называется, наверное, вот так вот, да, будет как-то лучше. Образ. В общем, создадим образ водолея, ориентируясь на конкретную цветовую гамму. Субтитры подогнал «Симон» 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 Это очень удобно, когда рисовываешь набором каким-то, потом можно просто менять объекты, да, то есть к одной и той же девушке представлять разные губы, и уже будет какой-то разный образ. То есть тот же самый принцип я делала со всем, да, то есть у меня есть отдельно разные прически, отдельно разные глаза, теперь мы сделаем образы отдельных разных губ, они у меня будут все одного цвета, но разной формы, и я хотела передать какое-то разное настроение. То есть у меня будет улыбка с зубами, улыбка без зубов и недовольство тоже, потом я искривлю и сделаю отрицательное настроение. Вот это будет проще для моих дальнейших девушек, для моего дальнейшего набора. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Итак, на данном этапе я пока что остановлюсь и сейчас поудаляю слишком похожие, вот что у меня получилось. Отдельно поставлю положительные варианты, если что-то пока что криво там, да, то потом будет это дорабатываться как-то еще дополнительно. В общем, пока это такой сырой вариант в некотором смысле. Такие большие у меня есть губы, то есть они как бы в общем-то абстрактные, поэтому главное выражать, чтобы настроение. Вот, ну и на этом пока что все. До встречи в следующем видео, где мы будем рисовать какую-нибудь новую часть тела, или уже в общем нарисуем девушку, или предлагаю нарисовать отдельно, допустим, волосы. Всем спасибо за внимание и всем до встречи в следующем видео. Всем пока!